Валерия Гавриленко Валерия Гавриленко Валерия Гавриленко Валерий Гавриленко Валерия Гавриленко В комплекс входят ледовая арена, хоккейная академия, 50-метровый олимпийский бассейн и бассейн для художественного плавания. Президент отметил, что в связи с климатическими особенностями в столице необходимо уделять большое внимание зимним видам спорта. А также подчеркнул, что новый объект должен стать самоокупаемым. Прорабатывается вопрос, чтобы за счет его эксплуатации не только у нас в мировом плане, организация здесь больших концертов, турниров международных, региональных. Можно достичь окупаемости этого здания за счет его деятельности. Это очень важный момент. И не только этого, но и всех других спортивных сооружений, которые построены в Астане. Это важный момент и все должны на это обратить внимание. Глава государства также посетил фирменный магазин хоккейного клуба «Борыс», где президенту вручили сувениры в виде товаров с клубной символикой. Нурсул Танзарбаев также отметил, что во многих областях Казахстана работают хоккейные стадионы, а команда «Борыс» показывает хорошие результаты в континентальной хоккейной лиге. Наша команда континентальной лиги КХЛ участвует в рейтинге в 7-8 месте. Это очень хорошие показатели. Я думаю, что этот стадион вдохновит наших спортсменов. И мы будем здесь принимать более значительные мировые команды. И наши зрители будут радоваться, видя этот прекрасный, мужественный вид спорта. Поэтому я всех поздравляю, особенно спортсменов, молодежь, с этим большим замечательным объектом. Уже завтра на площадке нового ледового дворца стартуют турниры на Кубок президента Казахстана по хоккею. В соревновании примут участие клуб «Борыс», «Новокузнецкий металлург», «Юрга» из Ханты-Мансийска и «Адмирал» из Владивостока. Четыре человека стали жертвами супер-тайфуна «Соу-де-Лор» на Тайване. В 28-м получили ранения, один пропал без вести. Свыше миллиона жителей острова остались без электричества. Из-за непогоды в регионе прервано воздушное ЖД-сообщение. Из опасных районов эвакуировали более 7 тысяч человек. «Соу-де-Лор» признан самым сильным тропическим циклоном этого года. В начале недели тайфун бушевал на Филиппинах. Там погибли 7 человек. Военные Мали завершили операцию по освобождению заложников отеля. Четверых из них удалось спасти. Однако силовики обнаружили тела трех погибших. Напомню, накануне группа вооруженных людей захватила гостиницу в Мали. Во время атаки погибли по меньшей мере 8 человек. 5 военнослужащих, 2 экстремистов и сотрудник миссии ООН. Мотивы преступления выясняются. И вновь к событиям в нашей стране. 32 аварийных многоэтажки снесут этим летом в городе Аркалык Кустанайской области. На эти цели из республиканского бюджета по программе развития регионов выделили 300 миллионов тенге. От некогда жилых микрорайонов остаются голые участки земли. Облагородить их обещают в течение нескольких лет. К демонтажу аварийных многоэтажных домов в 7 микрорайоне приступили меньше месяца назад. Сейчас здесь одни руины. Дома буквально исчезают за считанные дни. Толстый трос. Берется два погрузчиков. Окна заправляем трос. И рывками сваливаем дом. А потом начинаем возить. Обломки отправляются на специально отведенную свалку за пределами города. За лето предстоит вывезти около двух миллионов тонн отслужившего железобетона. Еще три дня назад на этом месте стояла аварийная пятиэтажка. Сейчас она полностью демонтирована. Отработанный участок засыпается слоем плодородной почвы. В ближайшие годы здесь планируют разбить парки и построить новые дома. На протяжении нескольких лет пустующие дома зияющими окнами представляли угрозу для людей. При самовольном разборе зданий в поисках арматуры под завалами остались 37 аркалыкчан. На начало 2013 года в Моногороде насчитывалось 117 аварийных домов. В 2013 году было снесено 17 домов. В 2014 году было снесено 40 домов. У нас оптимизированы были три микрорайона. Вот девятый микрорайон, шестой микрорайон и седьмой микрорайон. За два предыдущих года на оптимизацию нежилых микрорайонов аркалык получил 350 миллионов тенге. В этом из республиканского бюджета профинансирован демонтаж 32 домов. В текущем году у нас по программе развития регионов предусмотрены около 400 миллионов. У нас снос домов. 70 миллионов направлено на капитальный ремонт парового котла аркалыкской ТЭЦ. И оставшиеся средства направлены на текущий ремонт дорог. Оставшиеся аварийные дома в городе планируют снести в 2016 году. После чего сразу приступят к демонтажу пустующих объектов соцкультбыта. Завершающий этап оптимизации обойдется в 316 миллионов тенге. Наталья Острокова, Сергей Трахтенберг, Аркалык, Кустанайская область, 24КЗ. Зеленые инновации в помощь сельчанам. Жители села Арнасай Акмолинской области вот уже несколько лет используют так называемые пиролизные печи. Они более экономичны и легки в использовании. Преимущества новых технологий проверили наши корреспонденты. К зеленым инновациям в этом округе относятся серьезно. Ведь для каждого Арнасайца новые технологии не просто слова на бумаге, а возможность облегчить труд рядового сельчанина. Один из таких примеров – пиролизная печь, которая уже третий год используется в местной образцовой школе, а также в нескольких частных домах. Топливо в нее загружается раз в пять дней. При этом тепло держится в течение всего периода. Сложный механизм позволяет в местной школе ежегодно экономить до 170 тонн угля. В данную топку может загружаться сразу 500 тонн угля. Соответственно, при традиционном подходе кочегар – это человек, который круглосуточно на 24 часа привязан к печи. Наши же работники считаются операторами печного отопления. Пиролизные печи в учебном заведении были установлены в рамках программы малых грантов Глобального экологического фонда. Две из них установили в школе, еще три предлагалось протестировать жителям. Когда мы ставили, все, как обычно, всегда ждут негатива, чтобы какая-то там неудача была. Но, слава богу, они себя прекрасно проявили. У нас северный регион морозы до 30, за 40 были. И наша школа меньше 22-21 градусов при любом морозе, теплорежим сохраняется в школе. Одним из немногих, кто все-таки рискнул обзавестись ноу-хау, стал Сергей Потехин. Пиролизная печь досталась ему бесплатно, так сказать, за смелость. Говорит, не ожидал, что печь будет настолько отличаться от обычной, но от эксперимента все же не отказался. В течение трех лет я веду фенологические наблюдения. Это одно из условий установки вот этой данной печи по линии общественных организаций, чтобы я мог потом рассказать о преимуществах, о недостатках. Пиролизные печи производятся в Карагандинской области. Их стоимость варьируется от 400 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч тенге, в зависимости от обогреваемой квадратуры. На сегодняшний день 46 таких печей установлено в Восточном Казахстане и Акмолинской области. Донара Жуманова, Санжар Жартиев, 24 КИЗ, Акмолинская область. Большая половина западно-казахстанских школьников отдохнули на каникулах в летних детских лагерях, а 40 отличников учебы съездили на море в Италию. Туристический центр Евразия на берегу реки Чаган, оснащенный дополнительными корпусами, смог принять этим летом вдвое больше детей. Педагоги постарались, чтобы от каникул у ребят остались яркие впечатления и эмоции, ведь полноценный отдых способен дать заряд энергии на новый учебный год. К этому часу пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.